Человек просто обязан признавать свои ошибки. И поэтому я такой грустный сегодня. Радости пока нет. Она появится потом, вместе с вами, когда вы приедете сюда, на центральную городскую ярмарку. И знаете, в центре города, оказывается, есть очень дешевое место. И оно поражает воображение обилием товара. Центральная городская ярмарка, мясной павильон «Ермак» и вот эта дверь. Такая неприметная. Но вы обязательно должны сюда приехать. Для того, чтобы поразить себя разнообразием ковров, коврового покрытия, линолеума и светильников. Вот так вот. Век живи, век учись. Ну что ж, протопчем дорожку и еще в одно. Очень благодатное и хорошее место. Да ну что вы, Россия-то не страна дураков. Это страна гордых и умных людей с завязанными глазами. Путешествующих по полю с граблями. И наиболее известный магнитогорский представитель – это ваш покорный слуга. Ну что ж, давайте учиться ползать по-пластунски. Тогда грабли хоть не в голову прилетать будут. Потому как самые болезненные удары по голове просто существенно бьют по нашему кошельку. Давайте по чесноку. Как можно сэкономить вместе с маракешем? Во-первых, как я лично сэкономил. Я не забивал себе голову ламинатом, когда я увидел линолеум. Дело в том, что мы не стараемся в передаче сталкивать конкурентов. Но маракеш – это крупнейший в городе центр напольных покрытий. Ну и там светильники еще есть. Я просто подошел к выставке линолеума. Да, это самарский линолеум. И что в этом плохого, если у нас наконец-таки научились делать много чего. И не хуже, чем в бывших моих любимых Соединенных Штатах Америки. И в результате можно так линолеум заказать, что никто не скажет, что у тебя не ламинат. Почему выгодно экономить с маракешем? Еще и потому, что здесь можно получить 15-процентную скидку. Но она распространяется только на детские сады, школы и муниципальные заведения. А во всем остальном вам больше нет смысла куда-то ехать. Потому что в центре города, либо на торговых редактах автомобилистов, либо на улице Завинягина, самые дешевые цены. То есть тут безальтернативно. Приехали, выбрали и уложили свой качественный новый теплый пол. При этом вы не попадаете в большие деньги. Потому что шикарное ковровое покрытие, в принципе, также уложено на ДВП. Обыкновенное ДВП просто пробили аккуратненько. И вы сэкономили целую кучу денег. То есть если по-глупому-то, то в полы можно укатать и 200, и может быть 300 тысяч рублей. Легко. Это если гоняться за чем-то таким очень дорогим. А ковровым покрытием и линолеумом, ну, 50 тысяч. И все, ваша квартира готова. Это мы вам на финальном этапе ремонта сэкономили несколько десятков тысяч рублей. А вот еще несколько советов, как полухолодный сделать полом теплым. И это опыт миллионов наших предшественников, живших счастливо и сыты и спокойны, не видя каждый день кошмара из телевизоров. Что же мы наделали? Наделали свои квартиры и подогнали их под особенности евроремонта. Но мы живем-то в стране холодной. Евроремонт, он хорош в Европе. Хотя и там замерзают. И опять же про те ошибки, которые мы совершаем. Мы ездим за границу и привозим, ну, что мы оттуда привозим? Впечатления. А раньше из-за границы везли вещи достаточно специфические. Вот, допустим, если вы едете в Индию, что вы там купите? Туристические шмотки? Нет. Мой турист привез мне специи. И когда я дал попробовать, все сразу поняли, ради чего Христофор Колумб искал новый путь в Индию. Совсем рядом с нами располагаются замечательные восточные страны. Да и мы сами немного восточные люди. И всю жизнь ковры это были символ достатка. Сегодня и сейчас символ достатка это ламинат, что ли? А что же вы на нем замерзаете-то? Хотя гораздо проще сделать пул попроще, а положить на него супер шедевр искусства. И меня недаром тянет к вот этому ковру. Дело в том, что я не совсем русский человек. Я больше турок. Гагауст, чуаш и еще другие корни-то у меня есть. Но основные мои корни все-таки из Молдовы. Там живут мои гагаустские предки и болгары. Часть меня. Представляете, какой шикарный ковер? Как он смотрится великолепно. Натуральная шерсть. Но если у вас есть аллергия на шерсть, мы специально сделали выкладку такую, то вас ждет Турция. Настоящий шелк. Я даже не пробовал раньше. Но ковры просто великолепные. Это не ковровое покрытие, хотя кто-то предпочитает и ковровое покрытие. И опять же, шедевры из Персии. Иранские ковры. Все это здесь есть в Маракеши. Ведь недаром Маракеши – это тот город, в который вам обязательно надо проехать. Это Марокко. Центр торговых путей. Но если у вас не получается, то в центре города Магнитогорска, прямо на центральной городской ярмарке, есть фирменный павильон. Либо вы можете поехать на торговые автомобилисты, либо на Завенегины. И очутиться вот в этом раю ковров. Представляете? Это настоящий клад. Здесь более тысячи ковров. На любой выбор. Опять же, моя любимая Турция. И наше изделие из Дагестана. Теперь понятно, что вам необходимо подарить на свадьбу или на юбилей. Потому что от такого подарка, ну, никто не откажется. Естественно, это и весомо, и красиво, и шикарно. А еще, если копнуть в историю, то ковры – это наша суть и память, и все, чем гордится мать-земля, прародительница современной цивилизации. 2500 лет насчитывает история ковроткания. И первые ковры, датируемые этим периодом, нашли на территории СССР в 1949 году. Нам в действительности-то есть чем гордиться. Ковры веками ценились дороже золота и были символом богатства и достатка. Миллиарды детских попок в сохранности взрослели и не простывали на коврах. Так же, как и ковры оберегали от шишек не менее очаровательные миллиарды мордашек. Да что говорить! Настоящие идеальные мраморные полы законодателей строительной моды Турции и в отелях, и в домах, опять же, укрыты коврами. Я мог бы еще долго демонстрировать сие великолепие, но эфир не безграничен. Ну и небольшие советы для тех, кто должен приехать обязательно сюда, в Маракиш. В том числе и для меня. Про себя чуть попозже расскажу. Про счастливых жителей поселка Нежный. Нежный я бы хотел речь провести. Дело в том, что если вы хотите качественный, хороший дом с теплыми полами, то ленточный фундамент в условиях российской действительности это немножко как-то так, ну, экстремальнень-то. Другой вариант, если вы на пол все-таки положили потом уже ковры. Ковры реально спасают ситуацию. То есть, ваш дом станет гораздо теплее, потому что, ну, из моего детства, вспоминаю, в деревне у мамы были великолепные ковры, и было тепло. Потом, когда ковры убрали, стало внезапно холодно. А теперь, что вы еще забыли сделать? Те ребята, кто накупили себе дешевых квартир в новостройках, что-то внезапно чих соседа слышен? Или, опять же, наружная стена холодная? Так вот, вариант не в крутых обоях, а все-таки вы можете, кстати, и на обоях-то сэкономить. Сделать что-то подешевле, а потом шикарный ковер повесить, и вы соседа уже не услышите. Все-таки наши бабушки, они были чуть-чуть умнее, похоже, чем мы с вами. И чем я. Потому что одну из стен, подъездную, я зачем-то закрыл фотообоями. Балбес! Зная о том, что в Маракеше есть такие шедевры, что можно не на фотообои любоваться, а ковром, и любоваться долгое время. Кстати, хорошая тенденция – расширение точек доступа. Заметьте, расширяется не сетевик московский, а наш, практически родной бизнес. Да это и хорошо, что, имея низкие, а точнее, самые низкие цены на все, можно завоевывать рынок и теснить конкурентов. И сегодня это не только центральная городская ярмарка, но и магазин напротив гостиного двора, администрация стройдвора на Советский 160 и торговые ряды на автомобилистов. И так получается, что Маракеш переедет в Магнитогорск? Ну, как-то так. Как же конкурентов-то не укусить? Ну, понятно, что счастье, в смысле, ковровое счастье и напольных покрытий – это только Маракеш. Не надо с другим счастьем путать. Вот, я заехал как-то в один магазинчик, свет там был. Наверное, альтернативно для тех, у кого безальтернативно, мозгов в голове нет. Потому что платить 150 тысяч за светильники, вы что там, ну, я не знаю. Вот. Маракеш представляет вам возможность купить крутые светильники. Ну, чтобы ваша квартира смотрелась не то, что на 5 с плюсом, а как дворец, как замок. При этом, ну, такие светильники я видел, ну, в Rixos'ах видел, да. То есть, как заходишь в отельчик, где 5 там с плюсом или еще больше, и в каждом отельчике такая люстра, что там, ну, очень впечатляет. Есть такие, но только цена, в три раза дешевле. А так, в общем-то, место-то такое интересненькое. И со светильничками, и с коврами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова